Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса «Современная США». Если первые лекции были посвящены американской истории, последующие две лекции были посвящены вопросам американского регионализма и вопросам страноведческого характера, сегодня мы с вами начинаем изучение новой очень крупной, важной и интересной темы. Это тема, посвященная политической и социальной структуре американского общества. В качестве символа современной политической ситуации на слайде я предложил поставить слайд с изображением статуи Свободы. Я упоминал об этом символе в предыдущей лекции, но хотелось бы, пользуясь случаем, рассказать немножко еще. Мне довелось побывать внутри статуи Свободы. Это мой снимок, моя фотография. Дело в том, что статуя находится на острове в Гудзоновом заливе. Это ввиду Нью-Йорка, Южного Манхэттена. Нужно плыть на катере, на пароходе, чтобы попасть на этот остров и на статуи Свободы. И когда приплываешь, то нужно встать в хвост очереди и сбоку встать таблички. Вам осталось стоять полтора часа или два часа, или час. Кому как, в общем-то, везет. Но нужно долго-долго встать в очереди, чтобы попасть для начала в нижнюю часть статуи. Этот постамент, вы видите, он такой коричневатый, из огромных, больших камней. Он полый, этот постамент, внутри. И внутри находится музей. Музей истории создания статуи Свободы, этой скульптуры, которую создали во Франции, потом по частям на пароходе привезли в США. И здесь уже на месте собрали и поставили на этот постамент. Сама скульптура, она тоже полая. И внутри нее есть лестница и есть лифт. То есть можно подниматься наверх по лестнице, можно подниматься наверх на лифте. И вот если первая остановка – это подножие статуи, там есть смотровая площадка, где замечательный вид на Южной Манхэттен, то потом внутри статуи можно подняться вверх в лифте и попасть в корону. Вот, собственно говоря, на голове статуи такая вот с лучами, очень красивая корона. И там тоже есть смотровая площадка. Вот, естественно, с гораздо большей высоты, еще лучше видна панорама Нью-Йорка. Очень интересные виды. И вот видите, что у статуи свободы правая рука поднята, в ней факел. Этот факел светит очень ярко, ночью особенно очень хорошо видно свечение этого факела. Вот эта рука, она тоже полая, и внутри нее есть лифт. То есть в этой статуе свободы есть еще и третья смотровая площадка, она находится фактически под факелом. Правда, это очень маленькая площадка, на ней одновременно могут находиться только 12 человек. Но вот в тот момент, когда мы были внутри статуи свободы, то этот лифт не работал, и на самый верх под факел мы попасть не смогли, ограничились только короной. Вот это один из символов США. Вот как раз-таки сегодня мы с вами поговорим о символике политических партий США, о символах республиканской партии, демократической партии. Вот цель нашего занятия разобрать историю становления современной социальной и политической структуры США, поговорить о том, кто такие республиканцы и демократы, немножко упомянуть историю создания этих партий и поговорить о символике, относящейся к этим политическим партиям. Надо сказать, что в США множество политических партий, есть даже коммунистическая партия, правда, совсем не популярная, ее численность в последнее время не превышает 10 тысяч человек. Но за власть обычно, как правило, борются только две партии, республиканцы и демократы. Поэтому мы о них будем говорить подробнее всего, собственно говоря. Мы опять должны ознакомиться с некими терминами, с некой терминологией, имеющей отношение к этой теме. В данном случае это очень важный термин «конгресс» с латинского собрания или встреча. Это законодательный орган, своеобразный американский парламент, который состоит из двух палат. Высшая палата, верхняя палата называется «сенат», нижняя палата называется «палата представителей». Очень интересен термин «лоббизм» от английского слова «лобби», «кулуары» или «коридоры» – это система взаимосвязи между чиновниками, политиками, экспертами, журналистами, которые позволяют принимать те или иные решения в интересах определенных политических и финансовых групп. Термин «электорат» – это от латинского «электор», «избиратель» – это круг граждан, которые имеют право принимать участие в различных выборах – президентских, муниципальных, парламентских и так далее. Итак, что собой в политическом плане представляют современные США? Это федеративная республика, которая управляется сильной центральной властью при относительной самостоятельности субъектов федерации. Если вы смотрели американские фильмы, вы, наверное, заметили, что там иногда в криминальных фильмах, в боевиках, собираясь ограбить банк, иногда преступники тщательно смотрят, в каком штате они собираются ограбить банк. Потому что в двух соседних штатах наказание за это преступление может отличаться в разы, собственно говоря. И поэтому выгоднее ограбить банк там, где за это, наверное, меньше дадут срок, если ты, кстати, попадешься. То есть действительно у каждого из американских штатов есть свое законодательное собрание, оно называется «Ликсилатура штата». И у каждого штата есть свои законы, которые отличаются от законов соседних штатов. Как я уже сказал, Конгресс состоит из двух палат, и верхняя палата называется «Сенат». В ней все штаты США представлены двумя сенаторами, двумя представителями. Невзирая, маленький это штат или большой штат, вот вы знаете, что в США 50 штатов, они все очень-очень разные. Есть маленькие, буквально крошечные штаты, такие как Рот-Айленд, допустим, Монтана, Невада и так далее. То есть здесь проживает не так много жителей, но тем не менее эти маленькие штаты тоже представлены обязательно двумя сенаторами. Как и большие штаты, такие как Техас, Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания, Вирджиния, допустим. Удивительно, ну допустим, Калифорния, если когда-нибудь случится такое, она выйдет из состава США, это где-то пятая-шестая экономика мира, собственно говоря. И проживает там 36 миллионов человек, по данным последней переписи. Через год будет новая перепись, я думаю, что там население этого штата, наверное, превысит отметку 40 миллионов человек. Так вот, от штата Калифорния тоже всего два сенатора, поскольку решили в Сенате, в Высшей Палате уравнять права разных штатов. Большие или маленькие штаты, вот они должны быть равны, от каждого будет по два сенатора. Поскольку штатов 50, то сенаторов 100. И возникает вопрос, что делать, если при голосовании голоса разделятся, что называется, 50-50, да, 50 на 50. Вот тогда, в этом очень редком случае, имеет право проголосовать вице-президент США, который формально является главой Сената. Вот тогда его голос будет 51-м на ту или иную чашу весов. А члены Сената избираются на срок в 6 лет. Ну, так устроено, что каждые два года переизбирается треть сенаторов, то есть нет такого, чтобы через 6 лет сразу сменялся весь состав. Нет, там так устроено, что раз в два года примерно треть сенаторов проходит перевыборы. Ну, большинство из них остается на своих местах, на своих должностях. Что касается нижней палаты представителей, то здесь количество конгрессменов 435 человек. Видите, это намного больше, чем сенаторов, почти 4,5 раза. И здесь как раз-таки соблюдены пропорции, так сказать, численности штатов. То есть здесь малочисленные штаты, там, где очень мало населения, так как на Аляске, допустим, да, там в Родайленде и так далее. Вот эти штаты представлены буквально одним-двумя конгрессменами. А крупные штаты, густонаселенные, вот та же Калифорния, о которой я говорил, вот она имеет 58 представителей в нижней палате конгрессов, в палате представителей. То есть, видите, отцы-основатели, составляя американскую конституцию, они постарались учесть, чтобы, с одной стороны, все штаты, и крупные, и маленькие, были в чем-то равны. По крайней мере, в Сенате, да, каждый имел по двух представителей, по два представителей. В то же время, понимая, что штаты неравноценны по численности населения, по своему весу, влиянию, как бы, в составе страны, чтобы вот эта численность населения штата учитывалась при формировании нижней палаты парламента, да, конгресса американского. И поэтому представительства там разные. Чем больше население живет в штате, тем больше этот штат имеет представителей в нижней палате. И особенностью политической системы, политического строя США является двухпартийная система. Когда у власти, сменяя друг друга, находятся представители либо республиканской, либо демократической партии США. Я был студентом в советское время, вот, и тогда советская идеология, значит, утверждала, что между этими партиями, ну, мало различий, что они очень похожи, так сказать, что их программы похожи и так далее. Вот я сам вот в это верил какое-то время. Но побывав в США, так сказать, пожив там долгое время, в общем-то, я понял, что это совершенно не так. Республиканцы и демократы очень сильно отличаются, вот, по вопросам внешней политики, по вопросам внутренней политики. Вот я встречал людей, которые в ходе встречи, так сказать, первые узнавали, что они выпускники одного и того же университета, они что-то не брататься, начинали обниматься. Потом в ходе разговора выяснялось, что один республиканец, другой демократ, и они начинали, значит, плохо относиться друг к другу, значит, вот, разругивались там и так далее. Потому что пропасть очень большая между республиканцами и демократами по очень-очень многим вопросам, и их противоречия носят зачастую непримиримый характер. Если вы посмотрите какие-то новости из США, вы сами в этом убедитесь. Что касается истории и возникновения этих стран, то демократическая партия, она старейшая в стране, она возникла еще в 1828 году, и свое название получила в начале 1830-х годов. Республиканская партия моложе, она в качестве таковой появилась на политической арене в 1854 году. Она выражала интересы промышленного севера, аболиционистов, вот, а демократическая партия традиционно выражала интересы южам, жителям американского юга. И теперь о таких неофициальных символах, символах этих партий. Эмблемой неофициальной республиканской партии является слон, а демократической партии – осел. Создателем этой символики является блестящий американский карикатурист Томас Наст, который жил во второй половине 19 века и создал массу интересных политических карикатур. Карикатуры тогда были очень популярны в американских газетах, журналах. И вот Томас Наст, используя такие басенные образы осла и слона, создал целую серию политических карикатур. Вот, и надо сказать, что американцы, представители той и другой партии, градятся своими символами. Очень много сувениров с этим связано, очень много символики. Вот, считается, что осел, он такой упрямый, но при этом, так сказать, трудолюбивый, очень такой ответственный, основательный. А слон – это, знаете, вот есть карикатура, где республиканский слон топчет символы, связанные с инфляцией, с бедностью и так далее. И так далее, в общем-то, вот, то есть это такие очень широко известные, распространенные символы. Вот, что касается других интересных символов, то на гербе США, допустим, изображена птица. Многие ошибочно думают, что это орел. Это не орел, это гораздо более редкая птица. Она называется белоголовый орлан. Они занесены в Красную книгу, их осталось довольно мало. Вот, а вообще, Афрам Линкольн в свое время, как бы, предлагал поместить на герб США индейку. Он считал, что индейка – это, так сказать, очень такая символичная птица для США, символичное животное. Вот, но это его предложение, что называется, не прошло. Вот, вот, здесь говорится о символах, о том, когда впервые появились эти символы еще на плакатах демократов, еще во время избирательной кампании президента Эндрю Джексона. Его противники переделали его фамилию в Джекас. Это, как бы, осел, балован, так сказать. И тогда стали рисовать карикатуры на Джексона в виде осла. Эндрю Джексона, очень интересный президент США, он сын портового грузчика, то есть он из самых-самых социальных низов американского общества. Кстати, оттуда вышли довольно многие американские президенты, мы в соответствующем разделе нашего курса еще об этом поговорим. Вот, а республиканский слон появился на эмблемах несколько позднее. Впервые слона нарисовал Томас Наст в 1160 году, и только через 14 лет это изображение стало широко тиражироваться в американских средствах массовой информации. Помимо республиканцев и демократов, в США множество других партий, как я уже говорил, партия зеленых, партия граждан, либертарианская, коммунистическая партия, там вегетарианцы, защитники животных тоже создают свои партии. Но надо сказать, что они тоже вносят свой вклад в эту политическую палитру американского социума. Они привлекают внимание граждан к тем или иным проблемам, к экологическим проблемам, природоохранным, там, допустим, экономическим проблемам и так далее. Но доминируют, к сожалению, в американской политической системе только две партии, да, республиканская и демократическая. Были попытки в американской истории участвовать независимым кандидатам. Вот таким был в свое время миллиардер Росперо, но даже его миллиардов не хватило в отсутствии партийной институтуры, чтобы он победил на каких-нибудь президентских выборах. Он участвовал в двух президентских выборах, потратил кучу своих денег, но так ничего и не добился. Одним из символов американской политической системы является Пентагон, потому что, как говорил Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. Действительно, американская армия одна из сильнейших в мире, она сильнейшая в мире, и она, соответственно, поддерживает американскую политическую систему, американские ценности и идеалы, собственно говоря, является таким инструментом влияния в мире. И на слайде парад в Вашингтоне, когда американцы в День независимости одевают мундиры борцов за независимость, армию, так сказать, США в конце XVIII века и проходят таким парадным маршем. Ну, на этом наша лекция закончена. Благодарю за внимание. Продолжение следует...